Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Годуновский Броллер. Нам часто задают вопрос, с какой частотой мы инкубируем яйца и сколько голов выращиваем в месяц. Попытаемся ответить на эти вопросы. Инкубируем мы на данный момент в трех блицах, блицы с наставкой. Допустим, в этой закладке у нас в одном инкубаторе 93 яйца. Вот в этом инкубаторе 98,7 штук внизу, без поворота лежат. Здесь 97 и 10 штук внизу без поворота. Ну то есть здесь больше 300 штук где-то. Ну, больше 300 в общем. Конечно, это не дело, надо решать вопрос с инкубатором, с нормальным. Но пока так. Эти яйца, значит, из этих яиц мы оставляем себе, стараемся оставлять 150 штук. Это исходя из вместимости нашего оборудования клеточного. Но по факту получается, что забирают птенцов у нас больше. Но все равно в любом случае мы меньше 120 не оставляем. Другой вопрос, что из 120 до забоя доходит не все 120, там зачастую 100, а бывали случаи, когда еще меньше значительно. Ну, сейчас мы этот вопрос уже решили, вроде бы как все нормально. Ну, в общем, грубо 120, 100 в месяц доходит до забоя. То есть бьем вот такое количество. Инкубируем мы. Раньше мы инкубировали раз в 21 день. Сейчас мы инкубируем раз в месяц. То есть раньше у нас уже были яйца для новой закладки, когда вот эти вот вылуплялись. Мыли быстрый инкубатор и закладывали. Сейчас же мы делаем перерыв в неделю, потому как, опять-таки, не из-за того, что там у нас инкубатор не позволяет или еще что-то, у нас не позволяет клеточное оборудование, которое в курятнике для бройлеров. Нет места, мы не успеваем убрать предыдущую партию, чтобы разместить среднюю партию, которые уже подрощены цыплята, а на их место поселить брудера вылупившихся цыплят. Вот, получается вот такая схема. Но я сейчас в курятнике попробую пообъяснить нагляднее. Вот, так что эти цыплята, которые вылупятся, их большая половина заберут. Ну, половину, я надеюсь, заберут, потому что сезон-то уже не сезон. Ну, посмотрим. В общем, в любом случае, что они заберут, мы будем растить, придумывать там какие-то варианты. Вот, и пойдемте посмотрим, о чем я говорю по поводу размещения. Вот еще чем нам нравятся блицы, тем, что они могут работать от простых автомобильных аккумуляторов. Отключают свет у нас очень часто, поэтому для нас это сильно актуально. При приобретении инкубатора промышленного, конечно, сразу же нужно будет приобретать и генератор. Вот. Все тогда рассказываю по поводу курятника клеток. Итак, вот мы в курятнике, значит, объясняю ситуацию. Смотрите, у нас три потока. Вот эти бролеры, которые сидят вот в этой клетке, их здесь, вот они едят сейчас у нас уже зерносмесь, то есть они готовятся к забою. Им получается 53 дня сегодня. Вот этих мы их не били еще. Вот это первые у нас особи, которые нас покинут. Отсажены уже, вот они доели. Сегодня мы начнем. Это 53 день. Здесь такие, ну, крупные петушки, там отсажены. Они заранее мной были отсажены где-то недели две назад. Вот и мы их первых убираем. Предполагаю, что петухи наберут больше, да. Но здесь есть и курочки крупные. Ну, в общем, их мы убираем. Эти еще остаются. Получается, где-то они у нас, ну, надеюсь, что до 60-го, там, 60 с плюсом дней мы их тоже уберем. Вот. Это забойная партия, да, которая сейчас на забой идет. Вот эти, это промежуточная. Подростки, значит, получается, их здесь... Так, сколько их здесь? Шестой на седьмой, это дата пересадки, это не вылуп. 51 и здесь 51. Значит, им, блин, если не ошибаюсь, 23, ну, где-то в районе 23-24 дней. Вот. Едят они у нас сейчас вот пурину. Вот те мышки, которые мы для эксперимента покупали. Мы их, ну, не убрасывать, короче же, их. И вот мы поднимаем на пурине. Вот они сейчас доедят у меня... Это что у нас? Это Гроувер. Вот. Доедает Гроувер. Потом переходит на финиш курина. И уже дальше едят вот Маркорм. Хороший финиш. Без всего там ненужного. Камера выключается. Телефон задолбал. Короче, вот. Хорошие они потом едят. Ну, и по стандартной схеме перед забоем зерносмесь. Все как обычно. Вот. Это на среднее, получается, промежуточная партия. Их здесь 102 штуки. Ну, вообще, подержа здесь... Пойдешь, был маленький? Был, но маленький. Значит, мы, по всей видимости, цыплят больше продали. То есть, себе оставили меньше 120, видимо. Но это по записям можно посмотреть. Я не помню просто. Вот. И вот брудер, который я вчера помыл. Сюда у нас пойдут цыплята, которые сейчас через сколько? Через 4 дня будут вылупляться из инкубаторов, которые я показал. Вот. Сначала сюда все пойдут. Потом мы отсюда часть продадим из этого брудера. Они будут у нас расти здесь где-то до 18-21 дня. Если места будет не хватать, то часть мы пересадим вот в этот брудер для индейки. Так, вот еще важный момент. Вот этих вот подростков я уже пора, в принципе, рассаживаю еще и на нижний ярус. Вот, наверное, сегодня сделаю. Освободятся вот эти клетки сегодня, завтра помоются, будут свободны. Часть из этих вот я пересажу вот сюда. И вот эта вот батарея, скажем, трехъярусная этой клетки и вот эти две клетки позволяют мне разместить, ну, где-то 100-120 штук. Вот. А вот эта, соответственно, освободится, помоется и будет ждать, чтобы принять вот этих вот цыплят из этих двух брудеров. Вот так, пока в таком вот режиме, по такой схеме мы работаем. Естественно, конечно же, нам нужно срочно клетки еще, чтобы была возможность увеличить поголовье. Вот, но пока так, короче. Все, в общем, я рассказал. Спрашивали в комментариях, как растим, по сколько штук. Вот говорю. Яйцо мы инкубируем импортное. Вот коробки. В них цыплят отдаем или на розжигах используем зимой. Там ячейки вот эти вот. Очень удобно разжигать печку. Вот. Так что яйцо мы привозим себе в основном, но и в Александров мы можем привезти людям, которые просят. Есть некоторые у нас клиенты, которые просят яйцо, сами инкубируют, мы им привозим. И вот еще делимся своими соображениями насчет инкубации и возможности заработать на инкубации. Конечно, в сезон мы будем делать, будем стараться делать основной упор по заработку. Это на инкубировании и продаже цыплят. Так как это все менее трудозатратно, чем выращивание забой бройлеров. В сезон хотя бы можно, будем пытаться заработать на продаже молодняка. Цыплят и на инкубации, на этих всех вещах. Конечно, при условии, что у нас к тому времени будут нормальные инкубаторы. Спасибо за внимание. Всем всего хорошего. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки или дизлайки. Комментируйте. Всем пока.